Татуировки Рисунок наносят на тело Татуировка это нанесение Пигмента под кожу Пошла она с древних времен Ее использовали во всяких языческих ритуалах Как нанесение, либо уделение себя Собственно в какой-то субкультуре На фоне остальных людей В Россию татуировка у нас пришла уже после революции В местах не столь отдаленных И постепенно она начинала развиваться В армии Отличительные Войсковые какие-то регалии Потом татуировка перешла Из-за ограниченного круга субкультуры Все-таки уже в народ И сейчас это больше дань моде Потому что сейчас каждый себе может наносить тот рисунок Который хочет Он уже это делает добровольно И это ничего не значит И не обязательно он должен к какой-то субкультуре относиться Как бы на себя набивать татуировку Просто человек пытается себя выделить С помощью украшения своего тела татуировкой Кто-то делает перекрыть шрамы Кто-то делает перекрыть старую Некачественную татуировку подровнять Кто-то делает по старую Старую армейскую татуировку Да, то есть Когда-то давно бывает Мужчины приходят Там делают первую татуировку И просто всю жизнь хотел И вот пришли А как же это происходит? Первым делом мастер подготавливает рабочую зону Все предметы и инструменты Оборачиваются пленкой А съемные части машинки Заблаговременно дезинфицируются И стерилизуются После этого мастер надевает перчатки И вставляет одноразовую иглу в носик Все готово к работе Технология очень проста Заранее подготовленный эскиз наносит на предварительно обработанную кожу С помощью специальной бумаги и геля Что ж, можно приступать Мастер макает иголку в краску И начинает наносить контуры вашей будущей татуировки А уже после приступает к закрашиванию По завершении нанесения тату Мастер обрабатывает рисунок И делает изолирующую повязку по необходимости Очень важно после этого выслушать А главное следовать всем инструкциям о том Как правильно ухаживать за вашей татуировкой Если ее делать у кого-то на дому в кустарных условиях То татуировка может себе нести опасность Так как заражение Какими-либо заболеваниями вирусными А вот если с татуировки все нормы безопасности соблюдены И нет противопоказаний К примеру, аллергии Либо каких-то заболеваний Сахарного диабета Врач в мастер-крове То татуировка ничего страшного Как ты за ней ухаживаешь, так Ну у тебя и останется Наши герои – это обыкновенные жители Белгорода Хотя нет, они совсем непростые Ведь украшают свое тело причудливыми узорами Свет, расскажи, пожалуйста, о своей татуировке Мне вообще нравятся татуировки Хотела сделать на этом месте У меня здесь была старая татуировка Ей уже 5 лет от роду Нужно было перебить ее И так как я люблю татуировки То это уже в 3 раза больше, чем была тогда Расскажи, как ты начал бить татуировки? Как все, наверное, начали бить Когда-то захотелось делать татуировку себе Просто попробовал И в дальнейшем потихоньку Так как закончил художественную школу Интересно было рисовать И потихоньку, потихоньку Вроде как прикладное искусство такое И начал делать Первую татуировку сделал достаточно поздно Если сравнивать с другими 20 лет Искал эскизы То есть нашел то, что мне понравилось И пошел к мастеру Мама вообще относится нейтрально К татуировкам Она говорит, что это красиво Но если бы это не было на моем сцене Люди делятся на два типа Кто в татуировку что-то вкладывает Смысл какой-то Символ, надпись неважная И кто расценивает Как произведение искусства Я считаю, что это как произведение искусства То есть как украшение тела Православные люди Носят на себе крестики Иконки Носят с собой А я свои обереги Ношу на себе Есть и иные мнения на этот счет Мы вышли на улицы Белгорода Узнать, что думают обычные люди По этому поводу Я отношусь к татуировкам отрицательных Потому что Если тебе дано тело чистое, правильно? Зачем его чем-то портить? Если это что-то маленькое И украшает И незаметно Человек имеет право сам себе это сделать И самому любоваться Но если это раскрашено все тело И непрезентабельными рисунками То отрицательнее Сам, вот видите, тоже баловался иногда Поэтому сейчас в своем возрасте Я уже отрицательное отношусь Потому что с возрастом Они уже некрасивые становятся Раньше носили татуировки преступники Заключенные, заклейменные Так что я считаю, что это плохая мода Я люблю их только рисовать фломастером Все равно с возрастом Тело будет меняться И татуировка будет иметь Ну непрезентабельный вид Если сделать что-то временное Для украшения ненадолго Это может быть Я считаю, что это искусство Мне нравится Но мои родители против Они думают, что их делают плохие люди Люди их делают из-за любви К этому виду искусства Они считают, что это выглядит круто И показывают это другим В Китае запрещено делать тату Поэтому у меня их нет Так или иначе Для современного человека Татуировка уже давно перестала быть чем-то дикой Кто-то делает их для того Чтобы показать свою независимость Перед общественным мнением Кто-то хочет переклить свои шрамы Ну а кто-то наоборот Желает показать всю красоту своего тела Марина Сапорникова Лодка Сота Внутри Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok